МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создаются и упраздняются. На неделе произошли изменения в структуре администрации главы и правительства Дагестана. Более подробно расскажем через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Называться этот человек, конечно же, будет так, как мы решим с вами, субъект Российской Федерации. Хотим старшиной, хотим, значит, ну, как мы хотим, да, исходя из наших исторических традиций. В сельских поселениях вместо глав будут старшины. Депутаты Дагестанского парламента большинством голосов одобрили проект федерального закона об изменениях в работе органов местного самоуправления. Ну, я вам отрежу коммуникации. Ультиматум Дадаева. Мэр Махачкалы пригрозил предпринимателям серьезными мерами воздействия за несоблюдение антиковидных требований. Сегодня почти все поля у всех под снегом. А дагестанские аграрии, в частности, деревенские, отгружают овощи на столы российских производителей. Зимняя капуста вкуснее. Дагестан – единственный регион в стране, где собирают урожай благочаной в холодный период. В одном из хозяйств Дербенского района уборка в разгаре. Республиканскому дому народного творчества 85. О выставке, приуроченной к этой дате, смотрите сюжет в культурном блоке итогов недели. Здравствуйте! Это «Итоги недели» и я, Джамиля Шарипова. Сергей Меликов на неделю утвердил обновленную структуру администрации главы и правительства республики. Информация об этом размещена на официальных ресурсах ОГИБ. Серьезные изменения в соответствии с указом затронули правительственный блок администрации. Так, организационно-проектное управление и управление социального развития разделены на отделы по сферам деятельности. Каждый из них будет отвечать за работу с профильными органами исполнительной власти, а также обеспечивать постоянное взаимодействие данных органов с курирующим заместителем премьер-министра. Также в структуре создано управление по организации обеспечения деятельности правительства, которое будет отвечать за правовое сопровождение и кадровую работу Кабмина. Изменения коснулись также и управления главы по информационной политике. Теперь в нее будет входить и пресс-служба, а статус руководителя пресс-службы поднимется до должности заместителя начальника управления информационной политики. В то же время сам начальник будет одним из заместителей руководителя администрации главы. Создается также отдел мониторинга и анализа реализации нацпроектов. Кроме того, указом Меликова в Народном собрании появится полпредглавы Дагестана. Вместо глав сельских поселений – старшины. В минувший вторник депутаты Народного собрания одобрили проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Из 72 депутатов за проголосовали 63. Депутаты уточнили, что принятие закона не приведет к ликвидации местного самоуправления и сокращениям. Подробности первой сессии этого года у Ассель Манаповой. Ни один населенный пункт, ни одно наименование, конечно же, не исчезнет, потому что это административно-территориальная единица, речь идет об организации власти, муниципальной власти в этих населенных пунктах и в других административно-территориальных единицах Республики Дагестан. Так или иначе, но закон уже принят. Сельсоветы и их работники смогут сохранить свои рабочие места, но уже будут подчиняться главе района. Пострадавшим тут можно считать только главу сельсовета, а для народа ничего не изменится, считают депутаты. В замен этих упраздняемых сельских администраций в каждом поселении будет создан территориальный отдел, это территориальная структура администрации муниципального округа, введение которой будут все вопросы местного значения, все вопросы жизнеобеспечения населения на этой территории. И, конечно же, не надо будет ездить за небольшой даже услугой, за получением справки, как высказывается опасение в районный центр или еще куда-то. Они все будут оказываться там же, где и сегодня оказываются. Эти территориальные отделы – это органы, которые имеют самостоятельный статус юридического лица, свой объем полномочий, свое отдельное утвержденное положение, печать с гермом, со всеми атрибутами власти. Сидеть и работать они будут в тех же зданиях, где сегодня сидят администрации поселений. Там же развивается наш флаг. То есть все остается для людей как бы прежним. Самый старший депутат Народного собрания Магомед Подхулаев заявил, что республика даже немного запоздала с принятием такого закона. Также народный избранник пожаловался на журналистов и блогеров, которые не совсем лестно отзываются о работе республиканского парламента. Некоторые журналисты, блогеры доходят до оскорбления, унижения тела парламента, депутатов Государственной Думы. Это неприемлемо. И я в начале своего выступления хочу обратиться к прокуратуре, чтобы они анализировали высказывания отдельных личностей, которые оскорбляют человеческие достоинства наших с вами людей. На седьмой сессии Народного собрания республики также обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о налоге на имущество организации. Теперь в Дагестане инвесторы получат льготы в рамках специальных инвестиционных программ. Как заявил в Рио главы Минпромторга Низам Халилов, вместо 17% размера налога на прибыль организации будет установлен нулевой размер. Депутаты Енина Гласа проголосовали и за этот законопроект. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено обнуление федеральной части налога на прибыль организации в случае понижения ставки налога на прибыль организации, зачитаемый в бюджет субъекта Российской Федерации. Согласно статье 284 Налогового кодекса, для налогоплательщика-участника СПИК законами субъекта Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачислению бюджета субъектов Российской Федерации. Кроме того, налоговых льгот инвестор, заключивший СПИК с объемами инвестирования более 3 миллиардов рублей, получит статус единственного поставщика, позволяющий государственным и муниципальным заказчикам заключать с ним договор на поставку промышленной продукции без проведения конкурсных процедур по определению поставщика. Всего на сессии были рассмотрены 9 вопросов. Изменения были внесены в области туристской и градостроительной деятельности, а также об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Асель Манапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Предпринимателям Махачкалы поставлен ультиматум, или предприятия сферы услуг закрывают двери для тех, кто не привит от ковида и работают в такой категории только на вынос, или же администрация города принимает по отношению к нарушителям серьезные меры воздействия. Об этом заявил мэр города Салман Дадаев на встрече с бизнес-сообществом столицы Дагестана. Отсутствие нормальной эксплуатации со стороны техники пожарной безопасности, вот ГУЧС, мы проверку проводили, очень часто встречающиеся нарушения. Это является основанием для закрытия на 90 дней. Ненадлежащим образом оформлены технические условия. Даже если встроенное-пристроенное помещение, я его снести не смогу, я вам отрежу коммуникации. Уход от налогов, что является основанием для возбуждения уголовного ДО. То есть перечень доступный. Мы всем этим инструментарием очень хорошо владеем. Мои сотрудники и юристы каждого управления, и особенности права управления администрации, очень хорошо это все обкатало. И то, что мы это не применяем широким спектром, это еще не значит, что это ваша заслуга, это наша недоработка. Нет. Мы просто прекрасно понимаем, в какой ситуации сегодня находится бизнес. И душить экономику города никто не собирается. Но если только с вашей стороны не будет настоятельной просьбы об этом. Вы понимаете, о чем я говорю. Все в ваших руках. Градоначальник отметил, что темпы распространения коронавируса снова начали расти, а многие точки бизнеса пренебрегают нормами безопасности. Не проверяют у посетителей наличие куаркадов, не проводят замеры температуры и не оснащают входы в заведения средствами гигиены. Более двух тонн продуктов питания передали медработникам Махачкалы, работающим в красной зоне. Прежде всего, помощь оказали врачам Республиканского центра инфекционных болезней имени Магомедова. Акцию организовало правительство республики. Продолжение темы сюжет Хамзы Нурмагомедова. Это один из первых стационаров, который начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в центре инфекционных болезней имени Магомедова работает более 600 работников. По поручению Сергея Владимировича, главы нашей республики, сегодня мы приняли такое решение посетить республиканскую инфекционную больницу и поддержать наших врачей, поддержать наш персонал такими продуктовыми наборами. Расходы на это все взяли. Это такая благотворительная акция, которую проводит наш министр хозпром и наши сельхозтоваропроизводители. Они это все делают от себя. Здесь никаких, будем говорить, бюджетных вливаний, бюджетных денег нет. Это благотворительная акция. Больницы передали более двух тонн продуктовых наборов. В состав вошли рис, мясо, полуфабрикаты, молочные продукты, масло, фрукты и кондитерские изделия. Стационар продолжает работать как ковидный госпиталь и спасать жизни пациентов. Здесь развернуто более 250 коек. Большое спасибо, что министерство и ведомство поддерживают медицинских работников, понимая, насколько им сегодня тяжело, насколько они оторваны от семей и насколько они могут качественно и полноценно отдаться оказанию медицинской помощи, тогда, когда они будут спокойны, что у них дома все благополучно, все в порядке. Не всегда они могут успеть, может быть, где-то и забежать в магазин, приготовить еду. А сегодня эта поддержка для медиков важна. Подобные мероприятия по основам в Рио-председателя правительства будут продолжены по всему Дагестану. Инициатором данной акции – успел глава региона Сергей Меликов. Хамз Нурмагмедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Первый завод по производству жидкого кислорода для медцелий строят в Дагестане. В Рио первого заместителя председателя правительства Дагестана Нюсред Амаров ознакомился с ходом его строительства. Предполагаемая производственная мощность предприятия составит 4,8 тонн жидкого кислорода в сутки. Нюсред Амаров отметил, что при поддержке регионального правительства инициатором проекта получен заем из Фонда развития промышленности в сумме более 80 млн. рублей. В настоящее время площадка для установки оборудования готова. Кроме того, совместно с инвестором идет подбор земельного участка в поселке Тюбе Комтеркалинского района для создания воздухоразделительной установки. Напомним, ранее поставщики медицинского кислорода в Республике столкнулись с проблемами его транспортировки из других регионов из-за отсутствия специальной техники. По поручению главы Дагестана Сергея Меликова правительством тогда было принято решение о выделении из резервного фонда 31 млн. рублей региональному МЧС на приобретение тягача и цистерны полуприцепа, предназначенных для перевозки медицинского кислорода. На неделе бывшего советника экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова доставили на родину. Германия выдала России османам Махачева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает генпрокуратура РФ, которая добивалась его экстрадиции несколько лет. Напомним, Махачев был объявлен в розыск за получение взятки в 30 млн. рублей за посреднические услуги в назначении главы одного из муниципальных образований Республики. В четверг Осман Махачев в сопровождении сотрудников УФСИН и Российского бюро Интерпола был доставлен из Франкфурта на Майне в Москву. Канал производства и сбыта поддельных денег пресекли оперативники МВД Республики совместно с сотрудниками ФСБ. Установлено, что в селе Сергакола злоумышленники организовали работу подпольного цеха. В течение нескольких месяцев они печатали купюры номиналом 5 тысяч рублей. При этом качество изготовления подделок было настолько высоким, что отличить их от настоящих денег можно было только при помощи специального оборудования. По версии средств, фальшивки по цене в 5 раз ниже номинала сбывались и в других регионах России. По местам жительства задержанных и в используемых ими помещениях проведены обыски. Обнаружены и изъяты пресс-станок, клише для нанесения рельефных изменений, картриджи с краской и банкноты с признаками подделки. Вот он бардачок. Обнаружили пятитысячные купюры. Завязанные митры в количестве. Двое сотрудников патрульно-постовой службы МВД России по Махачкале уволены из органов внутренних дел за драку. Видеоролик получил большой резонанс в соцсетях. Назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действием участникам произошедшего и их руководителям, сообщает пресс-служба МВД Республики. В Каспийске открыли региональный учебно-методический центр «Авангард». Он создан во исполнении решения президента России Владимира Путина по инициативе Минобороны для проведения военных сборов юноши до призывного возраста. Центр организован на базе колледжа архитектуры и строительства. Территория вуза располагает всеми необходимыми для этого условиями. Оборудованы учебные классы, досуговые и спортивные площадки, а также устроены специализированные казармы. Именно здесь школьники со всего региона будут жить и познавать основы начальной военной подготовки, которая включает в себя все. От вождения транспортных средств вплоть до навыков стрельбы из автомата Калашникова. Продолжительность курса 5 дней. Пропускная способность центра 25 человек в смену. Таким образом, к концу года общее представление о солдатской жизни получат свыше тысячи старшеклассников со всей республики. Дагестан является одним из ключевых производителей капусты в стране. К примеру, в 2020 году в республике было выращено около 700 тысяч тонн белокочанной, что составляет более 26% от общего объема в России. В эти дни в селе Джалган Дербенского района идет сбор урожая. С ходом уборки ознакомились региональные представители Минсельхоза и наша съемочная группа. Обробовку я делал в сентябре. Пожалуйста. Вот она, вот она наша качественная продукция, где нет необходимости, где вредитель в этот холод, в эту погоду. Одним из главных преимуществ выращивания капусты в Дербенском районе является то, что и здесь это можно делать круглый год. Несмотря на то, что сейчас зима, середина января, на качестве белокочанной это отразилось разве что только в лучшую сторону. Как отмечают аграрии, в холодное время вредителей нет, а значит и обрабатывать химии не приходится. Целый год готовим почву, чисто, аккуратно поле, целый год ее мульчируем, готовим и начинаем сажать под капельную ленту, под капельную ленту и все. И она показывает себя достойно вообще, экологическая, чистая продукция. Я могу сейчас одну даже сломать, если вам видно, это шикарная, чистая капуста. Не то, что я выбрал, какая-то прекрасная капуста. Здесь килограмма, ну, два с половиной, ну, чуть больше, меньше, шикарная, чистая, экологическая капуста. Свежую капусту прямо с грядок собирает и загружает фуры. Затем ее отправляет на торговые точки в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Овощи не залеживаются где-то на складах, потому что уже есть клиенты, которые ждут свой товар. Вот продукция очень хорошая, очень качественная. Вот видите, скоро морозы начинаются, надо собирать, вывозить этот товар. На рынке востребована вот как раз-таки вот эта капуста свежая, в данное время, вот она очень востребована, из-за этого есть на нее спрос. На полях работа кипит. За один день здесь успевают собрать 100 тонн капусты и загрузить их в 4 фуры. До начала морозов аграрии планируют собрать около 1000 тонн. Кто попробовал, вот именно вот эти наши отечественные гибриды, в частности, темирязевские, наши производители, на них и переключаются. В этом и суд заключалось. Поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана провела огромную работу в рамках вот этого проекта. И мы видим результат. И мы видим, что российские гибриды, они не уступают, даже превосходят зарубежной селекции, а главное, потребителю это нравится. И мы намерены дальше. И тех, кто выращивает, тех, кто эту инициативу подхватывает, мы намерены поддерживать. Дагестан пока единственный регион в стране, где возделывают капусту и в холодное время года. В среднем с гектара получают около 600 центнеров овощей. В течение нескольких дней сборы анварского урожая будут завершены. Но через два месяца ожидается сбор уже мартовской капусты. Асель Малапова, Дауд Гасанов, новости, ННТ, Дербенский район. От новостей сельского хозяйства к новостям культуры. Республиканскому Дому народного творчества исполнилось 85 лет. По такому значимому поводу более 70 мастеров со всего Дагестана собрались на выставке в Махачкале, чтобы рассказать о своих ремеслах и поделиться секретами искусства. Карим Даниев посетил мероприятие и внимательно все изучил. Смотрим сюжет. Выставка «Родники Дагестана» вобрала в себя все декоративно-прикладное искусство страны гор. Здесь проходят демонстрации и мастер-классы по вязанию ковров, гончарному делу, ювелирному искусству, деревообработке, живописи и другим ремеслам. Атмосфера полностью погружает присутствующих в исторический быт предков. В зале Союза художников собрались мастера со всего Дагестана. Представительница Ботляхского района Адигат Рашидова сегодня получила диплом за вклад и сохранение декоративного искусства Дагестана. Она шьет настоящие бурки по древним технологиям. Очень сложно. Сперва очищаем шерсть. Очищенные шерсть расчесываем специальную вот чесалку. Называется чесалка. После расчесывания подбиваем вот как называемый по-аварски этот ад. А что в этот момент происходит? Пухообразный должен получить шерсть. После всего этого раскручиваем ее. Благодаря таким мастерам, как Адигат Рашидова, джигиты имели свои традиционные и практичные бурки. Но, по-моему, чего-то не хватает. Как джигит мог скрасить свой томный вечер? Ибрагим Гаджи занимается изготовлением деревянных музыкальных инструментов более 30 лет. Его стихия – пандур и кумус. Любимому делу он отдает все свое время. А деревянная заготовка в его руках принимает правильную, нужную форму. На изготовление одного инструмента, начиная от сушки дерева и до окончательной полировки уходит около года. Сначала форму делаем, потом потихонечку вот отсюда выгребаем, выгребаем отсюда. Видал, и убиваем, да, что-то. А потом тихо-тихо, таким острым маленьким топором форму. После этого очень легкий должен ее снимать и то наточенный. И форму делаем. Потом рубанком, потом шкуркой. Ну, долгая, вот мелкая. Долгая работа. А липа, она почему используется? Потому что она доступна здесь растет или потому что материал хорошо? Потому что липа хорошо подается и крепкости хорошие имеются. И блеск он берет хорошо. Конечно, ни один джигит не обходился и без кинжалов. Каких видов они бывают, когда и где применялись, знает мастер Казима Загиров, потому что он сам их кует и реставрирует. В принципе, в старину каждый мужчина носил его. Даже дети даже носили. Он повседневный, он все время в обиходе бывал. Каждый при себе поясе имел кинжал старинный. Он всегда бывал. А сабли уже, шашки, сабли, они уже во время боя когда ходили по ходу, только тогда. Вот этот кинжал, он изготовлен к юбилею Дагестана. Вот здесь на дагестанскую тему, если посмотрите, узоры, эти рисунки из дагестанского быта. Специально на юбилей Дагестана изготовленный кинжал. Это сабли, это зульфикар, меч, то, что по шесту на дырщаха, меч. Зульфикар, вот его копия, это я изготовил. Наша дагестанская пенелка, вот. Когда Петр первый приезжал в Дагестан, он увидел эти ружья, вот, видишь, 8-мигранных возлест, на конце. Они нарезные идут. Вот у нас впервые делали нарезные ружья. В Европе не были еще такие ружья. Петр первый даже купил, у него в музее сейчас хранятся наши дагестанские ружья. Харбукские ружья, стол сделан из дамазской стали, слоеная сталь. Сейчас ни один кузнец такой стол не сделает. Выставка родники Дагестана приурочена круглой дате. 85 лет со дня образования Республиканского Дома Народного Творчества. Ее организовали в рамках года культурного наследия народов России. Открытие выставки посетила и министр культуры республики. Как вы знаете, это было принято такое решение руководством нашей страны в целях и популяризации народного искусства, и сохранения многообразия богатейшей культуры народов России. Согласитесь, что для нашей республики, которая славится и уникальным этническим многообразием, и богатейшими культурными традициями, это особенно актуально. И вот сегодняшняя выставка, она открывает вот этот тематический год, который, я уверена, он станет очень богатым на очень красивые, яркие культурные события. Знаково и знаменательно, что год культурного наследия России в Дагестане совпал с юбилеем одного из старейших учреждений культуры Дагестана 85-летия Республиканского Дома народного творчества. Мы впредь постараемся на высоком уровне нести наше народное искусство. Мы очень благодарны нашему президенту, еще раз подчеркну нашему родному министерству, потому что все наши проекты это проекты, которые нам дают возможность реализовать те таланты, показать, вернее, те таланты, реализуя их, мы имеем возможность показывать многостороннюю, многожанровую культуру народов Дагестана, народов России. Для нашего музея вот это сотрудничество с Домом народного творчества тоже важно, потому что зачастую мы видим какие-то интересные области народного искусства, которые сохранились в горах и которые представляются на этих выставках. Хотя, конечно, музей тоже эту работу исследовательскую визу, но всегда интересно, когда твои коллеги тоже работают в этом русле. Выставка продлится до 31 января. В течение этого времени экскурсоводы будут знакомить жителей и гостей с традициями разных народов республики. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров